Микс Ньюс. В нашей студии член правления, дирекция безопасности дорожного движения, Айварс Аксенок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, я знаю, что вот, господин Аксенок, вы же были мэром Риги между господином Бондарсом и Бирксом в 2005-2007 годах, и занимали пост министра юстиции, и возглавляли мотор-музей, рижский мотор-музей. И вот дорожное движение, вот можно ли мы начать вот с такого философского вопроса, безопасность движения для кого все-таки обеспечивается в первую очередь? То есть кто является в приоритете, водители, пешеходы, или вот сейчас велосипедисты, те, кто ездят на электросамокатах, которые вот появляются вот сейчас, вносят тоже такую свою, в общем-то, сумятицу в дорожное движение? В первую очередь я хотел подчеркнуть, что безопасность дорожного движения обеспечивается для людей, для общества, да, и мы любой день можем занять какую-то другую роль, да, сегодня мы идем пешком, завтра едем на велосипеде, потом на автомобиле в общественном транспорте, то есть нам надо заботиться о безопасности в целом, да, чтобы все члены общества были, ну, обеспечены этой безопасностью. Но вот появление новых участников дорожного движения, таких вот, как сейчас очень много появилось, электрических скутеров, электрических самокатов, оно сейчас, вот, ну, ЦСДД, более, он может быть четко, чем вот год, еще вот, по-моему, полтора года назад, это было, ну, совершенно что-то непонятное, как их вообще считать их пешеходами, приравнять их к велосипедистам, сейчас вот есть ясность? Ну, я бы сказал так, что это новое транспортное средство, и оно увеличивает мобильность человека, да, я с удовольствием смотрю, когда люди едут на этих скутерах, но, конечно, это создает также и определенную безопасность, потому что люди не знают, как пользоваться этим транспортным средством, кажется, все очень легко, очень просто, но на самом деле это не так, и случается вот очень много нечастных случаев. И, если откровенно, то долгое время не было и такого нормативного регулирования в этом плане, и до сих пор еще не принято этот закон, изменение в законе, который определяет, как должен человек вести, управляя таким транспортным средством. Но в этом году ЦСДД вместе со специалистами Министерства транспорта подготовили эти изменения, ну, они сейчас находятся на решении в Сайме, эти изменения в законе, и они уже более четко будут определять, как человек должен вести себя, когда управляет электроскутерем. У нас вот начинают звонить уже слушатели, хорошо, давайте мы первый пока звонок примем, я попрошу вас надеть наушники, 6212-93-9, телефон, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Есть вообще масса вопросов к ЦСДД. Первый вопрос, почему три года назад было изменено законодательство, если я не ошибаюсь, три года назад, и велосипедистам разрешили ездить через пешеходные переходы. Чему это привело, мы все видим. Велосипедисты проскакивают на скорости абсолютно не пешеходной, выскакивают прямо перед машиной, если они считаются бессмертными, то, во всяком случае, это точно не так. И что ЦСДД собирается делать на эту тему? Это первое. Второе. Все эти так называемые транспортные средства. Если это транспортные средства, то, пожалуйста, расскажите мне, собираетесь ли вы вводить государственные номера на эти транспортные средства и сделать обязательным права, если эти транспортные средства передвигаются по дорогам? А если нет, то объясните, почему. Огромное спасибо. Спасибо. Первый вопрос, он был связан с велосипедистами. Действительно, я тоже часто вижу, как велосипедисты проезжают, и иногда даже бывает на красный свет по этим пешеходным перекресткам, они просто, ну вот посмотрев, что вроде бы нет машин, проносятся, считая, что они проскочат быстрее, чем доедет до них машина. Да, это вопрос уже не законодательства и регулирования этого вопроса, это вопрос уже соблюдения правил, потому что велосипедист может пересекать пешеходный переход только такой же скоростью, как передвигаются пешеходы. То есть это запрещено ехать на полной скорости, так как велосипед едет. Это уже нарушение правил, это уже вопрос о контроле за этим движением, это уже вопрос полиции. То, что касается передвижения скутеров, здесь был конкретный вопрос насчет регистрации. Да, то, что вот если это все-таки средства передвижения, почему тогда надо их регистрировать? Регистрация электроскутеров не планируется, но в новом регулировании планируется, что вообще только те скутеры, которые технически, скорость которых предусмотрена до 25 км в час, могут участвовать в дорожном транспорте. Заводы производят и гораздо более мощные скутеры, но им участие в дорожном движении будет запрещено. То есть они смогут ехать на спортивных базах, в каких-то закрытых территориях, но в дорогах можно будет участвовать только до 25 км в час. Регистрация их не предусмотрена в изменениях в законе, но будет более четко определено, где и как они могут ехать. А с какого возраста можно будет пользоваться электроскутером? Может ли, например, ребенок там встать на этот скутер? Нет, будет указано, что можно управлять начиная с 14 лет. И до 18 лет надо будет иметь права управления велосипедом. Поскольку правила движения тоже будут очень похожи на правила управления велосипедом, то есть можно будет ехать по велосипедным дорожкам, можно будет ехать и по улице, правда там будет только в тех местах, где ограничена скорость до 50 км в час, да не во всех местах. Также надо будет соблюдать отношение к пешеходам, то есть ехать так, чтобы не мешать пешеходам. Это все будет оговорено в этих правилах. Насколько, вот я знаю, что в Лижском моторном музее как раз даже для детей постоянно организуют мероприятия, объясняющие правила дорожного движения, проводят разные игры. Вот звучало со стороны слушателей тоже такое предложение, а нельзя ли было бы ввести как обязательный предмет в школе изучение правил дорожного движения, потому что даже если человек не будет передвигаться на машине, он все равно участник как пешеход, как велосипедист, то есть в любом случае это ему обязательно должно пригодиться. Да, это очень важно, и ЦСДД не раз обращалась в разные институции с предложениями, что это надо включить в школьные программы, но, к сожалению, пока этого добиться не удалось, всегда находятся какие-то другие знания, которые надо учить ученикам, и самое большое, что есть, это включается в программу воспитательных уроков, где более такие организационные вопросы учителя решаются школьниками, и только там говорят о безопасности дорожного движения. Ну, поэтому мы делаем, что можем, как вы уже говорили, мы организуем разные занятия для школьников, но это не обязательно порядка, конечно. И очень важное дело, которое ЦСДД делает, это организация экзаменов велосипедистов, поскольку через это дети получают большинство знаний, которые им необходимы в целом для участия и безопасности в движении. Поднимался вопрос о том, нужны ли удостоверения велосипеда. Это не является какой-то самой целью, что должно быть удостоверение, но, как вы уже говорили, самое главное – это обучение. Это может быть какой-то сертификат или информация в базе данных, что он прошел эту учебу, но с нашей точки зрения, что это важно для ребенка, что у него уже имеется документ официальный, права, что он может управлять этим велосипедом. Здесь, конечно, и такая воспитательная часть этого всего, и психологическая часть. Еще один звонок. Я вас попрошу снова надеть наушники. Здравствуйте. Доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте. Вот у меня впечатление складывается, я слушал вашего гостя, такое ощущение, что вы не в Латвии живете, не в Риге точно, может, в какой-то другой стране вы приезжаете сюда. Потому что вот законодательство – это все хорошо, да? Ну, может, вы начнете, полиция начнет все-таки останавливать велосипедистов на мотоциклах. Мотоциклы – это вообще, молчу, там эти загнутые номера. Такое ощущение, что, знаете, я с автомобиля могу номер снять, кинуть себе в салон и сказать, если что. Но он у меня есть. Ну, вот тут где-то в салоне валяется, но он же есть, как на мотоцикле. Ну, это ладно. Но если вот речь идет про скутеры и это все, да? Ну, вот законодательство вы что-то там разрабатываете, подаете, ждете, пока это апты при нас. А может, вы начнете сейчас их штрафовать? Потому что они творят вообще все, что хотят. Понятно. Смысл новое законодательство. Может, вы это попробуете немножечко порегулировать и штрафовать? Спасибо, спасибо, я понял. Да, но я хочу сказать, что, в принципе, ведь ЦСДД в сотрудничестве с госполицией в Риге осуществляет такого рода рейды. И я видел на странице вот в Фейсбуке ЦСДД регулярно появляются сообщения о том, какие там машины были остановлены, грузовики, например, с нарушениями техническими. Да, здесь сразу во всех вопросах очень много вопросов включено и много-много таких утверждений. Я хотел сказать, что, ну, все-таки в стране роли государственных институций как-то разделены по ответственности, да? И по контролю за дорожным движением отвечает дорожная полиция, полиция в целом и дорожная полиция. Но ЦСДД роль в контроле за движением именно на улицах в плане технического контроля, да? То есть мы участвуем в рейдах вместе полиции для того, чтобы контролировать техническое состояние оборудования транспортных средств. И здесь был очень правильный вопрос насчет, ну, например, мотоциклов, да? И в последнее время очень много жалоб со стороны жителей, что снимают глушители из мотоциклов, очень большой шум, действительно отгибают номера так, чтобы фоторадары не могли контролировать мотоциклы. И последние рейды были направлены именно на контроль мотоциклов. И результаты были, ну, неприятные, я бы так сказал. Были не только отогнутые номерные знаки, но были даже подделанные номерные знаки. Интересно, что владелец подделал свой номерной знак, свой же, свои цифры. Но они подделаны, и фоторадар, конечно, их не узнает технически, не узнает этот номер, да? Так что было составлено очень много протоколов, снято разрешение на участие в дорожном движении, и также были сняты более ста номерных знаков. Это не только с мотоциклов, конечно, и с автомобилей. И что касается автомобилей, то там тоже очень много автомобилей с несоответствующими шинами и другими техническими неисправностями, в том числе даже тормозами, которые очень опасны для движения. А как, например, можно доказать нарушение, если мотоциклист действительно снял глушитель, и вот он проехал с ревом, его останавливают? Это можно доказать? Да, уровень звука измеряется специальными приборами. Эти приборы в этих рейдах применяются, и там видно, да, какой уровень шума допускается, и какой уровень шума этого мотоцикла, да, так что там нет вопросов, это измерительные средства. А если, например, легковая автомашина, и сейчас очень многие любят оборудовать свой автомобиль акустическими системами, которые с большим звуком воспроизводят музыку, они опускают специально даже стекла, чтобы там прямо все слышали, какой у них звук. Я видел, например, машина проезжала у нее в багажнике, по-моему, была акустическая система, поднят багажник, и просто с огромным, ну, огромный шум на всю дорогу раздавался, играла музыка. Это здесь допускается ли такое? Ну, это интересный вопрос, честно говоря, над этим, что так не очень задумались. Мы более сейчас думаем о том, как контролировать, чтобы соответствовал сам автомобиль звука. Но в этом плане это хороший вопрос, но я, наверное, не отвечу. Еще одна вот тема, тоже очень большая, по поводу того, что техосмотр сейчас перейдет в частные руки. Насколько это, ну, чем была вызвана эта необходимость, как это все будет проходить, и не вырастет ли стоимость техосмотра? Я понимаю, что это, наверное, волнует автомобилистов. Этот вопрос сложно ответить в одном предложении, конечно. Надо немножко заглянуть в историю. В начале 90-х годов у нас таких станций технического контроля вообще не было. То есть автомобиль только осматривался, ну, визуально, да, если не какие-то недостатки. Поэтому в начале 90-х годов ЦСДД начал организовать процесс технического контроля с привлечением иностранных специалистов иностранного капитала. Да, там, где был уже опыт, и инвесторы, которые хотели вложить средства в это, да, со стороны нашей страны были вложены, ну, недвижимость, здание, земля, и были созданы предприятия технического контроля. Фактически уже в то время это было предприятие, да, что является, ну, частным субъектом, да, с юридической точки зрения. Но совместные предприятия, где часть предприятия принадлежала ЦСДД, часть – иностранным инвесторам, да. И так эта система развивалась, ну, как мы знаем, уже в начале 2000-х годов были везде по Латвии хорошо оборудованные станции технического контроля. Когда мы вступили в Евросоюз, уже наши все контрольные средства и требования соответствовали этим правилам, да. Эта система действительно работает хорошо, цены умеренные, я бы не сказал, что это бесплатно, да, но мы сравнивали с ценами в других странах, да, то есть одна из самых-самых дешевых цен, и система работала и до сих пор работает хорошо. Но время поменялось, сейчас уже другие юридические требования, особенно это касается выбора предприятий, которые оказывают услуги, и технический контроль, это является услугой, да, которую государство покупает у этих предприятий. Также были изменения в регулировании конкуренции, ну, и поэтому нам надо было думать, как эту хорошую систему сохранить, но тоже самое время уладить в юридических рамках, да. Поэтому, что сейчас будет? Во-первых, ЦСДД больше не будет участником этих предприятий. Это был упрек со стороны Совета по конкуренции, что мы не можем сами делать технический осмотр и сами же контролировать, как он проводится. Ну, я думаю, это понятно, мы с этим полностью согласны, да, поэтому части ЦСДД сейчас уже по решению Кабинета министров будут проданы, и эти предприятия будут уже полностью частными. Вот это та разница, которая была до этого и сейчас, и будет впредь. И вторая разница в том, что в следующем году будет организован закупочный процесс, тендер для предприятий, который будет делать технический контроль. Да, то есть будет конкуренция в том плане, кто будет лучшим, кто по более хорошей цене сможет предложить эти услуги. Но главное я хочу подчеркнуть, что независимо от всего этого, ответственность за тех контроль автомобиля и за техосмотр остается в ведении ЦСДД. Мы впредь будем контролировать этих предприятий, обучать их сотрудников, которые это делают, контролировать этих сотрудников, принимать экзамены от них, контролировать соответствие технического оборудования, уровень услуг и так далее, и так далее. Не говоря даже о том, что будем контролировать соответствие транспортных средств регистрационным данным, нет ли они в розыске каком-то угнаны и так далее, да. Уплатили ли они все налоги перед государством, застрахованы ли они, все это остается в ведении ЦСДД. Так что, ну это очень коротко о том, что будет происходить сейчас. Будет ли этих технических, станций вот с технического осмотра больше или меньше, изменятся ли цены, вот эти два тоже вопроса. Да, уже сейчас мы чувствуем, что надо делать, увеличить мощность, мощность станций технического контроля, да, чтобы избегать очередей и создать более хорошие условия для наших клиентов. Предусматривается, что будет вторая большая станция в Риге, чтобы станции были в обоих сторонах реки Далгова, да, и более удобно доступны и меньше очереди сложились. И планируется также еще в некоторых регионах, ну, например, в Смюттене, да, нет станции, но очень большой спрос на это, да, в Ливане, так что это будет дополнительно. И в третий раз я все-таки вернусь к вопросу цены. Изменится ли стоимость этих услуг, и если да, то в какую сторону? Как я уже говорил, это будет закупочный процесс. Как мы знаем, цену всегда определяет эта конкуренция при закупочном процессе, поэтому я с полной ответственностью не могу ответить на этот вопрос, какая будет цена. Но, ну, следуя за тем, как сейчас работает станция технического контроля, поскольку мы являемся участниками, ну, анализируя, какие расходы в этих станциях для осмотра, мы предполагаем, что цена много не изменится, да, но в конце концов цену определяет Кабинет Министров. Не сама станция, она будет участвовать с ценой, по которой, как бы, мы закупаем эту услугу, но в конце концов, исходя из этого, цену определяет Кабинет Министров. Понятно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, напомню, что вопросы можно также присылать в письменном виде на номер 2-3-0-6-1-9-1, член правления, управления безопасностью дорожного движения, Айварс Аксенокс, в нашей студии. Вот пришел вопрос, или даже реплика, вот не знаю, очень мешают автомобили, оставленные на остановках общественного транспорта, вот пишет нам слушатель, неужели нельзя нарисовать полосы или по-другому обозначить границу остановки, чтобы не нужно было считать эти метры? Ну и подпись, что водитель общественного транспорта, вот как раз возмущался. Да, это, конечно, является нарушением. Этот автомобиль можно не только наказывать, но можно и эвакуировать с этого места, если он действительно мешает. Ну, то, что касается оборудования этой стоянки, да, ну, это уже инфраструктура города, и город может решать эти вопросы. Тем более, что общественный транспорт тоже является предприятием городского управления. Как изменилась ли работа вот ЦСДД из-за COVID-19? Насколько это внесло, может быть, какие-то свои сложности, там, с сдачей экзаменов или просто с рабочим процессом? Да, то, что касается изменений в результате вируса, это было очень сложное время, особенно первое начальное время для ЦСДД. Практически недели две-три мы не могли принимать экзамены для водителя, этот процесс был полностью остановлен. Регистрация транспортных средств была организована только по принципу записи, предварительной записи, но мы продолжали это делать. Продолжался также технический осмотр транспортных средств, но во всех направлениях нашей работы самое главное было обеспечить безопасность в отношении вируса и наших сотрудников, и клиентов. Поэтому были внедрены все средства защиты от вируса, маски, перчатки, специальная одежда, средства дезинфекции, все это было очень короткое время внедрено. Конечно, это очень усложняло работу для наших сотрудников, это был определенный риск в то время, поскольку они коснулись очень многих посетителей, но это было сделано действительно качественно за все это время вируса. Ни один из сотрудников ЦСДД так и не инфицировался этим вирусом, так что все это сработало действительно хорошо. Экзамены через 2-3 недели были уже восстановлены. Сначала теоретические экзамены, потом уже экзамены вождения автомобилей. Автомобили специально оборудованы так, экзаменационные автомобили, я имею в виду, оборудованы специально так, чтобы отделить претендента от нашего инспектора, который принимает экзамен, и это все продолжалось. Интересно, что были учреждения, которые прекратили свою работу. Государственные учреждения в Латвии, которые прекратили работу. Мы видим, что теперь происходит. После этого, когда чрезвычайное положение было отменено, сложилась ситуация, что там очень большие очереди. Надо запись месяц-два месяца вперед уже, надо ехать где-то там долго, чтобы получить услугу, да, побыстрее. Так что этого всего нам удалось избегать, да. Объем наших услуг немножко сократился. В первое время очень много, там наполовину сократились все услуги. Да, я думаю, статистика тоже, да, есть. Да, наполовину сократились. Но в течение уже июня, июля, и августа уже восстановилась работа по объемам почти на уровне предыдущих лет. И мы довольно успешно обеспечиваем эти услуги. Еще примем звонок. Я вас попрошу надеть наушники. Здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Ваш вопрос. Еще раз здравствуйте. Вы меня простите, но меня тема велосипедистов и скутеристов не отпускает. Поэтому, во-первых, мне хотелось бы, чтобы вы не перекладывали ответственность на полицию. Конечно, регулирование – это замечательно. Для начала должно быть продумано регулирование. Если вы так вот говорите, что контроль – это не ваша проблема, а ваша проблема – это регулирование, тогда расскажите мне, как вы собираетесь регулировать то, что велосипедисты, скутеристы и прочие всякие разные передвигаются и по тротуарам, и по пешеходным переходам, и по улицам. Причем съезжают где хотят, как хотят, меняют направление движения и так далее и тому подобное. Да, понятно. Спасибо большое. Но вот вопрос касается того, где должны передвигаться велосипедисты, потому что, да, мы видим, что даже иногда при наличии велосипедных дорожек они иногда выезжают на тротуар, им так вот удобнее. Но есть претензии, что они действительно меняют свое движение, очень непредсказуемо. Здесь был прок со стороны человека, что мы избегаем ответственности. Но действительно, это уже вопрос соблюдения правил. Это четко определено, что там, где велосипедная дорожка, велосипед должен и скутер ехать по этой велосипедной дорожке, а не по улице или по пешеходной дорожке. Но очень много таких действий, где люди не соблюдают правила. Я согласен, это довольно наглое несоблюдение правил, но только с помощью общества, с помощью полиции это можно сделать. У нас же нет такой службы. У нас даже нет инспекторов, которые работают на улице. Так что я очень извиняюсь, это не избегание вопроса, но есть какое-то определение... Границы компетенции. То есть я понимаю, что может любой человек сделать замечание велосипедисту, что он едет, если он выезжает на тротуар при наличии дорожки, что он нарушает правила, что он мешает пешеходам. Да, я здесь хотел сказать, что велосипед в нашу жизнь вошел довольно быстро. Довольно быстро вошел в нашу жизнь. Мы регистрируем велосипеды. ЦСДД регистрирует велосипеды. Это добровольно. Также и скутеры можно регистрировать добровольно. В основном целях, чтобы предотвратить против краж, и чтобы потом можно было найти этот велосипед, если такие кражи случатся. И в течение последнего года регистрация велосипедов увеличилась на 25%. То есть на четверть увеличилась. То есть велосипед больше и больше входит в нашу жизнь. И мы как бы не готовы к этому, поскольку это надо учить с детства, что ты на велосипеде едешь, что ты должен соблюдать правила и должен отношение к другим участникам движения быть с уважением. Это другого пути нет. Это вопрос воспитания. Вот возвращаясь, я все-таки не успел задать вопрос. Вторая волна. Вот COVID-19 сейчас все говорят, что она уже пришла. А может ли она как-то тоже повлиять, затормозить работу ЦСДД, тех, кто сейчас собирается сдавать экзамены? Мы не собираемся прекращать или как-то ограничить наши услуги. В течение этого года мы уже научились, как работать в таких условиях. За последнюю неделю мы опять усилили требования безопасности к работе наших сотрудников, обеспечивая все эти услуги и очень следим за то, что происходит, какие еще меры предосторожности надо, может быть, вести. Но мы не собираемся прекратить наши услуги. Насколько я знаю, даже вы продлили время экзамена в связи с хорошей погодой на мотоцикл. Да, это возникло как проблема в этом году, потому что также и мотоцикл стал очень популярным в этом году. Я не знаю, это именно то, что как бы вследствие COVID-19 или какие-то еще другие факторы этому, но мотоцикл стал очень популярным. Если другие транспортные средства сократили значительную регистрацию, объем примерно на 19-20% регистрации других транспортных средств, то мотоциклы остались почти на таком же уровне. А экзамены на мотоциклах увеличились, требования и проведенные экзамены увеличились примерно на 5%. Поэтому создалась все-таки какая-то очередь на экзамены, и для этого мы продлили до конца октября. Мы принимаем экзамены также в субботах. Дополнительные мотоциклы приобрели в этих целях, так что делаем, что можем, но очень надеемся, что те, которые в этом году обучились, смогут сдать эти экзамены. Еще одна очень большая тема – это электромобили, потому что мы знаем, что Европарламент рассматривает как более зеленый способ передвижения по дорогам, наносящий меньше вреда окружающей среде, именно электромобиль, как такое будущее Европы. Ну и, насколько я знаю, буквально недавно произошло вот такое… Латфенерго и ЦСДД подписали меморандум о том, что именно будет сотрудничество с поставщиками услуг совместного транспорта, и вот те, кто продвигают дальше электромобили компании, они согласились с тем, что за этим будет будущее. Вот как вы смотрите на эту проблему? Потому что есть скептические голоса, которые говорят о том, что все-таки электромобили в процессе изготовления электромобиля, в утилизации вот этих литиевых батарей в электромобиле тоже наносятся вред окружающей среде, что не учитывается? Ну, я думаю, это процесс, который уже не остановить. Это будущее автомобильного транспорта, и действительно все заводы над этим работают. Уже многие заводы заявили, что с какого-то года не только электроавтомобили будут производить. То, что касается ЦСДД, нам со стороны правительства было поручено оборудование первых зарядных станций электроавтомобилей, в Латвии образование этой сети зарядных станций, что уже несколько лет ЦСДД делает, и в следующем году эта работа уже будет завершена, то, что было в рамках этого проекта. Электроавтомобилей становится все больше и больше. Сейчас уже в Латвии больше тысячи электроавтомобилей, и не только ЦСДД, но и другие институции работают над тем, чтобы сделать их зарядку, сделать их передвижение более удобным. И это была цель нашей встречи и подписания протокола намерений с Латвенерго, в том плане, чтобы система расчета была однообразной, чтобы водителям не надо было думать, вот с этой картой я буду платить Латвию Энерго, а мне нужна другая, чтобы заплатить зарядные станции ЦСДД. Так что в этом плане проводится работа, и там система оплаты немножко другая, где-то платится за время зарядки, где-то за объем зарядки, но эту систему будем делать понятной для всех водителей, и однообразной. Насколько электромобиль отличается, ну вот управление электромобилем, какие-то технические там параметры, потому что говорили о том, что электромобили передвигаются более бесшумно, и это тоже может создавать определенную проблему на дороге, что люди привыкли слышать, вот может быть я не вижу, но я слышу вот приближение машины, а если это бесшумно, то это вот я могу расслабиться и вести себя неадекватно. Да, электроавтомобиль, он действительно бесшумный, ну практически это только звук шин, передвижение, это мы могли наблюдать только, что произошло в Риге. Ралли-кросс, да, где были электроавтомобили, тоже в одной классе участвовали, и ну очень так даже немножко смешно, когда старт и без звука эти автомобили, начинает старт без этого рева двигателя. Но то, что касается управления, в дорожном движении практически нет больших изменений от автомобилей с автоматическим управлением. В настоящее время пока общество старается популяризовать электроавтомобили, для них созданы ряд преимуществ, они могут передвигаться по полосам, которые предусмотрены для общественного транспорта, могут оставлять на стоянках бесплатно, платных стоянках оставить бесплатно и так далее. То есть есть определенные условия, чтобы люди покупали эти автомобили, более и более управляли им. У нас еще вот один вопрос пришел. Как теперь ЦСДД сообщает о штрафах? Спрашивает слушатель. Да, ЦСДД, учитывая то, что в течение уже многих лет ЦСДД создала очень хороший, объемный регистр транспортных средств, это не только данные в этом регистре, но это программатура, которая обрабатывает эти все данные транспортных средств. Естественно, только через этот регистр остальные все службы могут организовать регистрацию этих штрафов, информацию водителей, контроль этих штрафов. Поэтому и ЦСДД эту работу делает. Мы получаем информацию от технических средств контроля за дорожным движением, то есть от фоторадеров, и в полиции имеются также другие средства, например, автомобиль, который 360 градусов контролирует движение. Мы обрабатываем эти протоколы, проверяем, соответствует ли автомобиль этому, номер, который там зафиксирован, и направляем информацию для водителя. Информация может быть направлена на двух видах, то есть или через и услуги, через электронную почту, если водитель зарегистрировался в нашей аппликации ЦСДД, или же обычным классическим способом по почте. Надеемся, что мы ответили на вопрос. Еще есть несколько вопросов по телефону. Вот я вас снова попрошу надеть наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А через сколько приходит штраф, если, например, фоторадар зафиксировал, либо вот ваша 360-камера, вот эта, где на автомобиле стоит, через сколько времени максимум? Он должен нож через полгода пройти? Для нас, для ЦСДД определено время, в течение которого мы обрабатываем протокол, ну не протокол, а информация, которая приходит. Это делается в течение менее чем за неделю, и потом протокол уже направляется в полицию для составления протокола, для принятия решения. Решение принимает не ЦСДД, а принимает полиция. Я слышал о многих случаях, когда в целом этот процесс затягивается, но максимальный срок, по-моему, не установлен. Я точно не смогу ответить на этот вопрос, но иногда это немножко затягивается. Но это в любом случае от ЦСДД это исходит в течение недели. Вот еще одна была инициатива Евросоюза, насколько я знаю, что она продвигается о том, что в населенных пунктах должна быть ограничена скорость движения до 30 км в час. То есть такая идея, я понимаю, на уровне идеи. И я читал о том, что эксперты Управления безопасности дорожного движения скептически немного относятся к ней. Вот ваша позиция, насколько может ли это повысить безопасность движения, ограничение скорости в городах? Я считаю, что скорость надо ограничить в тех местах, где действительно есть опасность движения, как это и сейчас делается у школ, в других местах, где могут быть дети или какие-то другие общественные участники движения, которые могут быть в опасности. Я считаю, что это надо делать все-таки с помощью средств регулирования дорожного движения, а не просто сказать, что во всех населенных пунктах 30 км в час. Ну что же, у нас на самом деле вот завершилось, час пролетел совершенно незаметно. Член правления Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД Айварса Аксенокс сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...